Радивилла 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 были упомянуты в источниках. То есть процесс был запущен еще раньше. А все потому, что род радивилов бы не стал существовать на белорусских землях и никогда бы не придумал и не создал несвижскую ординацию, если бы не социальные, экономические и политические моменты, которые существовали в общем, те тенденции, которые были на белорусских землях. Именно они сформировали этот род радивилов, именно они в результате позволили создать несвижскую ординацию. Тогда поэтому немножечко запасемся терпением и посмотрим, откуда же все началось. А началось все, как это ни странно, с 9 столетия. Именно в этот период, в 9 веке, всем вам известно, на территории Белоруссии начинают создаваться первые государственные образования. Это были Полоцкое и Туровское княжества. Тут мне подсказывают сидящие, наверное, студенты. Совершенно верно. И во главе этих княжеств стала знаменитая династия Рюриковичей. Время шло. Десятый, одиннадцатое столетие. Количество удельных княжеств на белорусских землях, естественно, увеличилось. Династия Рюриковичей росла и в очной, естественно, делилась. Появились такие княжества, как Новогрудская, Гродненская, Минская, ну, Ижославская и так далее. И для того, чтобы организовывать защиту этих рубежей, необходимо было расширить количество дружинников. Но здесь вышла одна промашка. В середине 11 века князья Рюриковичей издали русскую правду, где черным по белым в нескольких статьях написали, а если быть точной, с 89 по 92, можете почитать о том, что вочинами на территории белорусских земель могут владеть только династия Рюрикович. Как привлечь тогда дружину, которая будет за тебя умирать на войнах для того, чтобы они защищали твои рубежи? Этот процесс, гражданской войны на белорусских землях получил название феодальная раздробленность. И тогда Рюриковичи пошли на революционный шаг. Они стали раздаривать земли дружинников и наделили их теми же наследственными правами, что обладала сама династия Рюриковичей. И вот тогда начался формироваться как раз-таки сословие бояр. Создалась та система вассалитета, которая в результате и выстроит всю политическую систему белорусских земель с присущей ей частным землевладелием. Но идем дальше. Время постепенно шло, все изменялось. Радивиллы еще не были известны в письменных источниках, но процесс с частным владелием у бояр уже был запущен. Однако мы дошли до 14 столетия. В середине 13 века, как вы помните, было образовано Великое Княжество Литовское. Путем различных династических браков, политических союзов, а также завоеваний Великое Княжество Литовское разрасталось. И, конечно же, на смену династии Рюриковичей мне пришла следующая династия Хаусу в Миндовгос, династия Миндовго. Они тоже менялись и в конечности итога они поняли, что необходимо опять расширять войско. Они стали сначала земли давать в условное надельное пользование. Из-за таких политических проблем, которые существовали в Великом Княжестве Литовском, Великое Княжество Литовское пришло к такому знаменитому союзу, я думаю, особенно студенты знают, уже заулыбались, увидев картинку, как Кревская уния. В 1385 году она заключается 14 августа. Знаменитый у нас король Егайла, который женился на королеве Едвиги, ему было 68, ей 16. Ну, это ничего страшного, она потом ему родила троих детей. Но свидетелями заключения Кревской унии стали как раз таки два человека. Это боярин Серпутий и его сын Остик, оба из которых происходили как раз таки из региона Кернова. Что такое Кернова? Это современная территория Литвы. Вильнюс и вот Кернаве. Это 35 километров от Вильнюса. И как вы видите, прекрасное холмистое место, чтобы, в общем-то, раздавать эту землю во владение и строить там замок. Вот эти два человека происходили отсюда. Они стали свидетелем заключения Кревской унии, но Кревская уния это не просто был политический союз. Дело в том, что она совершила переворот в частном землевладении на белорусских землях. Почему? Потому что королевство польское было очень сильно интегрировано в европейскую дипломатику. А на тот период в Европе-то он задавал самое сильное государство. Какое? Священная Римская империя. Священной Римской империи уже в середине 12-го столетия был издан документ, который говорил о том, что самые крупные земельные владения будут носить статус майората. Наследственные земли, которые даются в наследственное пользование, передаются по наследству по старшей мужской линии рода и не отбираются, фактически не отчуждаются ни при каких условиях. Предал ты короля, не предал ты короля, гражданин ты этого государства. Если ты майорат получил, это твое безвозмездное пользование. Конечно же, такая форма владения и литовской, и белорусской шляхте пришлась очень сильно по душе. Существовали различные виды майората, но у всех у них один общий смысл – сохранить владение за крупными земельными пользователями, то есть магнатами. Кревская уния заимствовала эту идею и сразу же после заключения Кревской унии стали образовываться первые майораты, но не светские. Первыми крупными земельными владельцами, владеющими майоратами, стала церковь. В церкви все юридические документы, в том числе и дарование Государственного фонда в пользу церкви, получило название ординация. Таким образом, практически в белорусское право впервые приходит слово ординация, как синоним западному европейскому слову майорат. Получили, а через 70 лет уже не только церковь, но и светские люди на территории Королевства Польского утверждают первую ординацию. 1470 год – это Ярославль, практически юго-восток территории Польши, на пограниче современной территории Беларуси образуется первая ординация. В то время, пока шли вот эти политические события, те упомянутые два рода, которые стали свидетелями заключения Крефской унии, естественно давали потомство. И вот у этого Остика и Скирнова было три сына. Среднего из них звали Радивилл. И его потомки Сталин получили прозвище Радивилловые. Они не назывались еще род Радивиллов, они получили прозвище Остики по линии Радивилловые потомки. Но время дальше шло. И, конечно же, многое стало меняться. Великое княжество, которое утопало в тех политических войнах, междоусобных войнах, внешних войнах, пришло к большому разумению. Необходимо создать место временного войска, которое собирается во время войны, регулярно служащие войска. Как это сделать? Опять же, раздать земли. Тут вышла проблема. 70% земли на территории Великого княжества Литовска, в том числе и на Беларуси, которые входили в состав ВКЛ, принадлежала государству. Надо было издать закон. Его издали, и шляхте стали даровать земли и говорить, приходите к нам, мы вам дадим земли, а вы будете нам служить. И шляхта, конечно же, воспользовалась этим моментом. Она пришла, взяла эти земли и вступила в ряды войска. И в конечность итога, к началу 16 столетия, картина выглядела наоборот. 30% земельного фонда принадлежит государству, а 70% находятся в частных руках. Если до этого создание крупных земельных конгломератов до начала 16 века было невозможным по той простой причине, что эти 30% частных земель были разредоточены по всей Беларуси, и объединить их и создать что-то крупное было невозможно, то теперь такая, в общем-то, возможность появилась. И, конечно, все начали ей воспользоваться. В это время что же происходит с несвежим? Когда стали бояром или шляхте, это саниномичные понятия. Шляхта приходит к нам после заключения Кревская уни, но это одно и то же сословие. Раздаваться земли. Один из представителей боярского рода, которого звали Николай Ян Немирович, поддержал в результате Казимира IV на Петруковском сейме. Как раз этот сейм и регулировал вопросы о частном землевладении. И, так сказать, благодарность от великого князя он получает в результате имение несвеж. Таким образом, впервые в документах появляется несвеж, который был выведен из состава государственного фонда и введен в состав частного пользования. Но время дальше шло. У Петра Амонтагирдовича воеводы Троцкого появилась дочь Софья. Она вышла замуж за Станислава Петровича Кишки. И в результате, как женский посаг, вот через три поколения несвеж оказывается у рода Кишек. Кишки не предприняли вообще никаких особо действий для того, чтобы как-то усовершенствовать это владение. А что оно из себя представляло? У нас представление о несвеже – это нечто такое, знаете, огромадное, большое, помпезное. Неправда. Несвеж из себя представлял неполные три деревеньки. Для того, чтобы вам было понятно, что это такое, то деревня раньше, если уже три двора есть, то есть три дома стоит. Это уже нормальная деревня. Семь домов – это уже класс, круто. Вот. Ну вот и представьте, неполное количество этих домов. Ну и плюс еще сам несвеж, потому что Кишки построили там небольшой деревянный замок. Вы не думайте, что это было что-то супер помпезное. Ну, сейчас бы мы это называли что-то между хорошей постройкой и халупой. Для чего нужен был этот замок? О, скажут, воевать, ну Кишки же знаменитый род. Ну, на тот период Кишки, во-первых, не были таким знаменитым родом, это раз. Во-вторых, замок этот нужен был для того, чтобы собирать дань. Ведь основная причина, почему люди пытались получить эти земли – ведь феодальные отношения. А с чего можно получить доход? Выращиваем, продаем, выводим коров, и это способ существования, правильно? Вот. А поскольку деньги любили грабить, особенно когда налоги собирали, банды Рубингудов никто не отменял, поэтому необходим был замок. Ну, построили такой небольшой замочек для того, чтобы собирать эти налоги и потом отвозить к роду Кишек в их центральное имение. Все. Вот так из себя представлял Несвиш. То есть Несвиш, он даже не был каким-то централизованным имением. Это какие-то три деревеньки рядом расположенные, которые просто по названию относились к тому деревянному замку, который создали Кишки. Вот и весь Несвиш. Но время шло. В то время, пока у нас идет пополнение войска, люди набирают, как говорится, себе землю. У нас определились две основные, так сказать, ветви землевладельцев. Первый из них – это Гедеминовичи. Ну, вы посмотрите на этот перечень. Несвиш здесь нет и Несвиш, как вы видите, здесь нет. Давайте посмотрим другой вид. Да Спрунги – это литовское направление. Вот здесь уже как-то повеселее. Радивилла определяются. И, как видите, владеют они не Несвишим, а Щучным. Это было их основное имение. Да Несвижа им еще далековато. Но время идет, и в конечности итога Анна Кишка, вы видите, такая красавица вся в жемчужном ожерелье и жемчужных сережках, что было очень дорого по тем временам, выходит замуж за Яна Радивилла. Ну, престарелого, если честно, потому что она была его третья жена. Ну и, соответственно, она его пережила, не дотянул парень. Вот, она его пережила на 10 лет. У нее был второй брак, и было даже дети от второго брака. Она вышла за своего, фактически, родственника, не сильно дальнего, как это случалось в тот период, и родила еще двух детей. Но Анна Кишка, выходя замуж за Яна Радивилла, как раз-таки принесла в пасах вот этот маленький, в общем-то, Несвиш, который давал относительно небольшой доход. На этом все закончилось. Ян Радивилла сказал спасибо, прибавил к списку своих владений и дальше ничего там не делал. Но время шло. Дело в том, что в 1529 году издается первый статут Великого княжества Литовского. Все знают, как это прекрасный свод законов, все это замечательно, но в области частного права он, конечно же, сказал, ребята, вся земля, которая вам принадлежит, будьте спокойны и будет принадлежать дальше. Но был еще один момент, который был прописан в статуте, о котором мало кто знает. Именно статут даровал шляхте беспрепятственный выезд за границу. Захотел? Поехал. Для чего это было сделано? Ну все скажут, ну, наверное, надо было воевать. Ну, когда идет армия, граница не проблема. Но дело в том, что у нас не было собственных вузов, и необходимо было шляхту, которая могла финансово себе это позволить, отправить за границу учиться беспрепятственно. Поэтому вот это вот ограничение, пересечение границ для шляхты был снят. Но, естественно, все поехали не только туда учиться, кто по турпоутевке, кто по горячей, кто по политическим вопросам. Поэтому наши быстренько оказались в Западной Европе. А что у нас в Западной Европе? Какое самое сильное государство, мы с вами уже говорили? Это Священная Римская империя. Священная Римская империя в Западной Европе выглядела примерно как задира на заборе в то время. Она очень много воевала, расширяла свои земли. И там был такой классный парень, как Карл V. Мы его очень любили женщины, он был хорош собой. Портрет мы его потом чуть попозже увидим. Вот, он много воевал и был достаточно талантливым таким политиком-военачальником. Вот этот Карл V Священную Римскую империю не давал. Ну, как водится, много войн и большое количество женщин приводят к разорению мужчины. В конечестве итога поутру он стал и подумал, где же взять деньги. Думал-думал, думал-думал, думал-думал. А тут шляхта, которая приезжает по турпутевке в Священную Римскую империю со стороны Великого княжества Литовского. И придумал. Говорит, ну ладно, парни, если вы такие амбициозные, я вам дам титулы, но заплатите за эти титулы. И наши повелись. Давай, почему бы не отхватить титул в Священной Римской империи? Для получения вот этих... А, какие же титулы выдавались? Выставлялись на лот два основных титула. Это князь и это титул графа. Ну и для того, чтобы, конечно же, получить, что и князя, что графа, необходимо было, как мы сейчас называем, создать так называемый пакет документов на подачу заявления, да, тендер. Пакет документов из себя включал. Статус в Великом княжестве Литовском обязательно подающий пакет документов должен был входить в состав парламента. Парламент в Великом княжестве Литовском это был семь, и у Радивиллов с этим проблем не было. Входили. Деньги. Ну, кто тебе за бесплатно подарит? В этом весь и замысл был Карла V. Деньги у Радивиллов были, нашлись. Фиот, это земельное владение, передающееся по наследству, тоже проблем не было. Были с землевладельцами, щучин был, да, но и мелкие какие-то поместья тоже были. И наличие замка в Феоде. Вот именно с этим последним пунктом и вышла загвоздка. Быстренько стали поднимать документы. А где же что есть? Замка у Радивиллов не было. За все это время не построили. И тут хобаньки. Така нашкишка когда-то замуж выходила, принесла эти три несчастные деревни плюс несвиш, и там есть какой-то замок для сбора налогов. Вспомнили несвиш и еще один такой же удачливый был, это Алыка, современная территория Украины. И вот такой вот раз, и волей и судьбы в пакет документов попал несвиш и Алыка. В конечности итога Радивиллы получили титул от Карла V, вот перед вами Карл V, который свидетельствовал о том, что князя Священной Римской империи на Алыке и не свиже и нигде более в других местах. Но не сильно попезный титул с учетом того, что несвиш, как и менее, было очень маленькое. Мы очень часто, особенно я когда вот прогуливаюсь по нести, уже идут экскурсоводы, они говорят, они получили титул имперского князя. Неправда. Князь делился на две части. Первая это имперский князь в Священной Римской империи и так называемый фюрст. Так вот для того, чтобы получить титул имперского князя, необходимо было стать в ряды войско Священной Римской империи и воевать. Но не просто войско, но кто там рад одному человеку, Радивиллу, который приедет с великого княжества Литовска. Надо было с собой друзей притянуть, то есть целую дружину выставить, а будь, одеть и над лошадей посадить и доспехи выковать. Это было очень затратно. Да и умирать на чужбине не хотелось. Поэтому данная категория нам не подходила. Мы не были имперскими князьями. Мы купили титул. Фюрст. Фюрст это именно покупной титул, который говорит о том, что ты не гражданин Священной Римской империи и ты не воевал в ее рядах. Это совершенно покупной титул. И у Радивиллов был покупной титул, но он распространялся на все последующие поколения. То есть они стали князьями Священной Римской империи наалыки и несвежи до всех поколений, пока последний человек не умрет. То есть фактически закон этот действует и по сегодняшний день. Но они же были не единственные, кто были такие классные парни, которые хотели его получить, правильно? Но оказались единственные, у кого денег хватило на фюрста. Остальные были поскромнее. Фюрст это имперский князь и фюрст шли сразу за императором, а чуть пониже шли уже граф. Так вот, кто у нас были графы? Ежий Ильинич, к нему мы еще вернемся, Василий Тышкевич и Хаткевич, Ян Хаткевич. И конечно же все эти титулы после того, как они привозились на роде, они должны были приобретать силу местного закона, они были подтверждены великим князем. В первом случае Сигизмунд, он был тогда жив, но вскоре умер. Ну а потом уже его сыном Сигизмундом 2 августом, потому что свои титулы в 1953 году они уже получали чуть позже на несколько лет. Таким образом у нас оказалось всего, как вы видите, 4 человека с титулами, привезенными и купленными в Священной Римской империи. Но время что? Николай радивил черный, привезя титул, положая его себе в карман и рассказывая всем, какой он классный парень, забыл про Несвеж. Он совершенно ничего не сделал для того, чтобы увеличить это совершенно маленькое и богом забытое имение. Но время шло, и в 1965 году он умер. И в конечности итога все открыли завещание и увидели, что папа написал «Оставляю все свои земли четырем своим сыновьям». А четыре сына – это Николай радивил, Сиротка – это самый старший, Альбрих, Станислав и Юрий Радивилл. Ну Юрий Радивилл вскоре выпал с этой Айбоймы. Вы его портрет, наверное, видели, да, потому что там два портрета висит на выставке. Потому что в 28 лет для него, как для самого маленького, был куплен титул епископа-кадьютор. Он стал в 28 лет, это был очень молодой возраст для епископа, несмотря на то, что продолжительность жизни по тем временам была в среднем 40-45 лет. Это и Гайло умудрился в 68 лет четвертый раз жениться и еще троих детей сделать. Поэтому долгожитель. А в среднем возраст 45 лет. Но 28 – это было молодо для епископа. Конечно же, этот титул был куплен и, в принципе, это достаточно стандартная такая система для Западной Европы, чтобы объединить светскую духовную власть. Вообще, на самом деле, Юрий Радивилл, если вы посмотрите на его портреты, даже по портретам видно, что у него взгляд такой немножко креативный. Его не зря поставили епископом по той простой причине, что он был очень шустрым с детства. И одним из его лучших друзей, на самом деле, был Лев Сапега. Я думаю, все знают, кто такой Лев Сапега. Он написал статут 1588 года, и все женщины могут сказать ему спасибо за то право, которое он даровал женщине на развод. До этого мы не имели права разводиться, подавать заявление в ЗАГС на развод. Но Лев Сапега это сделал. Так вот, они стали лучшими друзьями по той простой причине, что Лев Сапега учился в школе вместе с Юрием Радивиллом, который организовал как раз Николай Радивилл Черный. И они очень дуже друг друга не любили до тех пор, пока Юрий все его не задирал. Он не задирал, он не говорил, что мой папа здесь босс, а ты тут просто так приехал и учишься. Ну и Лев Сапега ему набил его, короче. С тех пор они стали лучшими друзьями. И именно благодаря Юрию Радивиллу Лев Сапега построил свою карьеру и написал статут 1588 года. Но это лирическое отступление. Итак, унаследовали земли мы от Николая Радивилла Черного. Главным владельцем назначается, естественно, старший сын в семье. Николай Радивилл Сиротко. Ну и Сиротко, ну получил он эти земли. Спасибо, папа, получаем доход и все замечательно. Но карьера у парня стартанула очень хорошо. Он сразу стал включаться в состав многих дипломатических миссий, в том числе на территорию Священной Римской империи. И парень, естественно, был очень-очень этим доволен. Вот. Но все бы было бы на прежнем месте, и никто бы не вспоминал про Несвиш, если бы опять не делал случай. В 1569 году, через 4 года после того, как Николай Радивилл унаследовал все земли, умирает представитель знаменитого рода Ильиничей, Юрий Ильинич. Именно этот человек владел чем? Мирским графством. А Мирское графство, в отличие от Худанова Несвежа, который располагается, вы сейчас знаете, в 30 километрах от Несвежа, это было не просто Мирское графство. Это было 50 имений в составе Мирского графства. Как вы понимаете, час шевесов явно не одинаковые. Как же так случилось, что в 1669 году он умер? Дело в том, что родная тетка Николая Радивила Сиротко, точнее сестра его отца черного, она была замужем как раз-таки за Ежей Ильиничем старше. У них родился этот единственный ребенок Ежей Ильинич, младший. И в конечности итога так случилось, родители рано умерли, и он несовершеннолетний остался на попечительстве своего дяди. Быстро был приставлен ко двору, выхлопотали титул вот этого графа, купили для него, в результате стало Мирское графство. Но и парень был такой, очень по источникам симпатичный, любили его женщины. Тестостерона, видимо, было много, он сразу как совершеннолетие настало, махнул серебряным крылом и обратно в Священную Римскую империю воевать. Ему там понравилось больше, чем на Родине. Но на кого Мирское графство нужно было оставить? Ну, решили дать маленькому Коленьке, не совсем уже так в подростковом, поруководить, потренироваться. Но, естественно, Коленька руководил не во вход своего кармана. Это понятно. Ежели Ильинич воюя на территории Священной Римской империи периодически приезжал на родные земли. Для чего? Ну, деньги забрать, все-таки жить за что-то нужно. Вот. И в конечности итога на одной из такой побывок он в Бресте умер. Тут, конечно, очень много вопросов, почему здоровый Ежели Ильинич, который до сих пор не имел наследника, вдруг резко умирает, до этого проблем со здоровьем у него не было. И, честно вам скажу, не без тени народ родивилов. Вот. И открывают завещание Ежели Ильинича, смотрят, что же там произошло. А там написано, ребята, родственники, я вас так всех люблю. У меня такие замечательные. Но есть проблема. Долг. 100 тысяч коп литовских грошей. Кто погашает, тот и графским имением владеет. 100 тысяч коп литовских грошей, чтобы вы понимали, что это такое, на тот момент за 2 тысячи коп литовских грошей можно было купить очень хорошее сильное имение. Например, Городея. Сейчас находится недалеко от Несвежа. Вот. Поэтому 2 тысячи умножить на 50, как вы понимаете, 100 тысяч и получается. Фактически эта оценочная стоимость была вложена в мирского графства. Вот. Все родственники сказали, ну, мирское графство, конечно, лакомый кусок, но 100 тысяч коп литовских грошей, выни и положь, это как-то проблематично. Ну, а Николай родивил сиротка сказал, нормально, ребята, я погашу эти долги. Есть одна оговорка, до конца жизни буду гасить, но не заражай выложить такую сумму. И подписал, поставил свою визу под этим тестаментом. Тестамент – латинское слово «завещание». Таким образом, Николай родивил сиротка становится обладателем мирского графства в 50 деревень. И рядом, недалеко от него, естественно, находится маленькое имение. Нет, вы видите как раз карту, 300 волокс земли, 50 деревень, основные владения как раз мирского графства. То есть, мягко говоря, было не захудалым имением. Я вам напоминаю, что вступил в наследство мирским графством в 1569 году. Это как раз год заключения Люблинской унии. В 1569 году Николай родивил сиротка оказался в составе делегации на заключение Люблинской унии как представитель дипломатической миссии. Из истории вы знаете, что заключалась она очень сложно, что приехали, пробыли февраль-март, потом уехали, потому что с условием были не согласны и вернулись уже потом, через несколько месяцев за июль заключили Люблинскую унию. Но многие не знают промежутка между этими месяцами. Что же происходило в эти месяцы? А все происходило очень просто. Николай родивил сиротка очень сильно дружил с великим князем литовским Сигизмундом 2 августом. Ну, друзья, ну что здесь поделаешь? И Сигизмунду 2 августа очень хотелось к титулу великого князя литовского прибавить еще и король польский. Он ему сказал, Коля, ну help. Он сказал, нет. Понимаешь, что? Люблинская уния принесет то, что они начнут скупать земли на нашей территории, их шляхта. Мне это не подходит. Я еще не все земли здесь купил. Он говорит, хорошо, давай уладим этот вопрос. И даровал ему два огромных имения. Высокая и Груда, которые сейчас находятся на пограничье между Белоруссией и Польшей. После того, как Николай родивил сиротка вступил в право владения этими землями, он вернулся в Люблин и подписал Люблинскую унию. Так был подписан договор о Люблинской унии. Вот. 69-й год прошел. Люблинская уния, как вы понимаете, подписана. Но помимо тех политических моментов, которые она несла, в области частного землоделия, все-таки мы рассматриваем сегодня частные земли, она сказала о том, что все земли, которые принадлежали белорусской шляхте, шляхте великого княжества литовского, оставались 100% за ними. То есть, ребята, спите спокойно, никто у вас наследственные земли не отберет. Это был очень важный шаг. Но время дальше шло. Сигурсом 2 августа оказался невеличным, да, он умер, началось без королевья, и в конечности итога Николай родивил сиротка, поддержал кандидатуру перед вами французского короля Генрих Валуа. Он приехал всего на полгода в Беларусь, вступил в свои, как говорится, права короля и больше пил и гулял, чем занимался политическими делами. Как вы понимаете, проставлялись там и родивилы, поскольку поддерживали его кандидатуру, ну и периодически, конечно, ему подсовывали некоторые документы, которые он подписывал. Вот, например, все, наверное, знают такое блюдо, как зразы. Так? Зразы. А связаны они как раз таки с банкетом у родивилов. Потому что Генрих Валуа так много пил и ел, ему принесли новое блюдо, он не знал его название, он его съел, ему очень понравилось, но он уже был пьян, тут кто-то поднялся, сказал, давайте выпьем за родивилов, за тех, кто принимает. Все стали и там выпили, наутро Генрих Валуа проснулся, голова болит, позвал слугу и говорит, слушай, есть хочу, ну и пить, соответственно, тоже. Он говорит, так что подать? Ну вот ты мне принеси эти за, за, ради, за, зразы. Те поняли, о чем идет речь, и таким образом зразы стали называться зразами в честь родивилов. Но Генрих Валуа в конечность итогов ушел в историю тем, что он подписал очень интересный документ в 73-м году под названием «Артикулы». И вот этот документ стал фактически революцией и завершающим моментом формирования частного землевладелия, он открыл все пути для формирования крупного землевладелия на белорусских землях. Почему? Основная задача любой шляхты была что? Служить и воевать. А вот Генриховские артикулы сказали, что теперь вы вправе по своим политическим взглядам поддержать короля в его воинских походах. То есть объявляется война, а тебе говорят, не пойдем. Ну не интересно нам туда ходить. И в результате это стало, конечно же, революционным шагом. Кроме того, он подтвердил, опять же, право на владение крупными земельными конгломератами. То есть вы имеете право их создавать. И, конечно же, именно 73-й год сыграл фактически детонатором для того, чтобы белорусская шляхта, магнотерия пошла в сторону крупных земельных объединений и Радивилл стали не исключением. Потом прекрасное утро, Радивилл проснулся и понял, пора действовать. Есть имение Мирское графство, 50 деревень, есть маленький Несвиш, надо что сделать? Объединить. Так зародилась идея создания крупного земельного конгломерата, который в будущем получит название Несвиш с координацией. Но были ли конкуренты? Конечно же. Если самым ярким представителем Великого княжества Литовска на тот период и самым богатым был Николай Радивилл-Сиротко, то на территории королевства польского был Ян Замойский. Оба из них они были друзья короля Стефана Батория и яркие представители, в общем-то, своих регионов. Поэтому Ян Замойский и Николай Радивилл-Сиротко в одно и то же время, только в разных государствах основывают ординации. Честно скажу, Ян Замойский был побогаче и, может быть, даже политически посильнее. Он сразу развернул очень крупное градостроительство на своих территориях, еще до того, как объявил официальное создание ординации. Николай Радивилл-Сиротко побежал следом за ним создавать что-то оригинальное, но не судьба. Дело в том, что все мы подвластны тому, что называется здоровье. И тут Николай Радивилл-Сиротко заболел с сифилисом. Ну, тут некоторые посмеялись. Да, сифилис. Вот в Несвеже есть очень много памятников, но памятник к сифилису нет, а зря. Ему мы как раз и обязаны строительством города Несвежа. Николай Радивилл-Сиротко настолько испугался, что решил совершить паломничество. Он решил, что это ему за те грехи, которые он вел при дворе. Ну, а там, как вы понимаете, не совсем такой богообразный образ жизни был, потому что с сифилисом болели практически ну 80%. Страшная болезнь, конечно, по той простой причине, что лекарства на тот период не позволяли ее вылечить и лечили ее свинцом. Это были адские боли кожи, потому что белили лицо, белили руки свинцом. Вы понимаете, что это все еще больше раздражало. И фактически человек, который заболевал сифилисом, не только половым, извините, но и бытовым, такое тоже было. Он фактически обрекался на последующие муки, уже не говоря о том, какое здоровое потомство могло родиться от такого человека. Он заболел, очень сильно испугался и в результате совершил паломничество. Он съездил по странам Европы, заглянул в Египет и в результате даже приехал к Папе Римскому, от которого он получил разрешение на строительство храма. Но не все так было просто. Доехав до Рима, случился казус. Поднес подарки Папе Римскому, везде потратился, подношения сделал, купил различные лицензии на строительство храма, на организацию родовой усыпальницы. Это было очень модно тогда в Европе, поэтому он это и делал. А тут раз и деньги закончились. А возвращаться-то с Рима, извините, не близкая дорога, даже на современный момент на самолете. А уж тогда так вообще. Но кто мог долгануть эти деньги? Ну, естественно, ростовщики. А кем были ростовщики? Евреями, совершенно верно. Это были иудеи. Он пришел к одному ростовщику и говорит, говорят, ты очень богат, ты очень хороший человек. Он сказал, ну да, есть деньги, ну что поделать. Говорит, да, ты живешь неизвестно где, как ты мне их вернешь. Говорит, я заберу твоего младшего сына с собой и расплачусь с ним. Говорит, да он пока туда и обратно съездит по этим временам, уже состарится. Говорит, хорошо, я сделаю все, чтобы твоему сыну дать хорошее образование и вывести его в люди. Таким образом, его сын, который имел имя Шауль, а фамилию Валь, Саул Валь, отправился с Николаем Радивиллом Сиротком, великая княжь Толитовская. Благодаря именно деньгам этой семьи он добрался на родину. А если бы не добрался, то и не видели бы, наверное, ни Несвежа, ни построек Несвежского замка. Ну, Николай Радивилл Сиротко, честно скажу, был человеком слова, он свое слово на самом деле держал, он дал ему действительно очень хорошее образование. Он практически на протяжении всей своей жизни Саула Валя продвигал по карьерной лестнице. И, в конце концов, Саул Валь стал возглавлять еврейскую общину в Бресте, чтобы вы понимали, что это такое. Дело в том, что евреи не являлись по закону Великого княжества Литовского исконным населением на территории Беларуси. У них был свой еврейский ваад, который находился в Литве, в Вильно. А два департамента до филиала находились в Бресте, в Полоске. Ну, понятно, где самые сильные еврейские общины были. И вот он резкую общину стал возглавлять. То есть, по тем временам это было очень хорошо. Но почему Сауль Валь, я на нем остановилась, дело в том, что, когда началось следующее бескоролевье, по легенде, Саул Валь стал исполняющим обязанностями короля ровно на один день. Прибыв обратно на территорию Беларуси, Николай радивил сиротка. Что сделал? Начал быстренько скупать имение между мерзким графством и не слишком, чтобы заполнить эти 30 километров. Как вы понимаете, владельцев у этих мелких земель было достаточно большое количество. И это было, конечно, грандиозный аферистический проект. По той простой причине, что все сделки о купле и продаже, которые на тот период проводились, они не были стопроцентно чистыми. Причин на это было очень много. То не могли разобраться, кто хозяин этих земель. Продавал сын, а на самом деле владела мама. То не могли разобраться, где находятся границы этих земель. Очень простая причина. Покупали имение, говорит, ну где моя земля? От березы до ивы. Или от забора скачешь полдня, как полдня закончится, имение закончилось. Все почему? Потому что в Великом княжестве Литовском не были перемерены земли. Вот в 1557 году, в середине 16 столетия, помните, была знаменитая устава на Волоке. Она как раз таки вводила для того, чтобы перемерить все земли. Но она же была организована для государственных земель. И не все частные владельцы прислушались к ее рекомендациям. А Радивиллы прислушались, они быстро стали перемерять свои земли. Но вот они были правильные, а при покупке земель у них возникали определенные проблемы. В общем, судебные процессы, я вам честно скажу, слились, длили в среднем по 20 лет. И решить эти судебные процессы, как вы понимаете, без определенных затрат времени и денег было практически невозможно. Пока шли судебные процессы, Николай Радивилл-Середко решил не теряться. Те земли, которые он уже прикупил, он решил надать им статус ординации. И поэтому он стал инициатором того, что в 1586 году был создан наследственный майорат Несвежская ординация. В 1586 году. Параллельно с ней были созданы еще Клецкая и Алыкская ординации. Слово Алыка нам уже знакомо. Которым стали владеть его младшие братья. Самый крупный, конечно, же земельный конгломерат на тот период была Несвежская ординация. Правовое обеспечение ординации является фактически исключительным моментом вообще в белорусской истории. Почему? Потому что, во-первых, у нас не было претендентов по созданию ординации. Это раз. Во-вторых, они носили титул князей Священной Римской империи. И именно титул князя Священной Римской империи и обеспечило им покровительство законодательства Римской империи. Фактически ординат был создан не по законодательству Великого княжества Литовска, а по законодательству Священной Римской империи. И в 1232 году императором Фридрихом II было специально выдано постановление в пользу князья, которое получило статут инфорума принципу по латыни. Именно на основании вот этого была создана ординация. Статуты 1566-1588 года Великого княжества Литовского просто подтвердили право на владение частными землями, но никаких корректировок в саму организацию не вносили. Ну и, конечно же, договор 1986 года. Вот правовая автономия вот этой ординации законодательства Священной Римской империи гарантировала созданию собственного независимого от государства административного аппарата, собственной судебной системы, организации собственного войска, но статут 1866 года запретил чеканить монету. Что получилось? В государстве Великое княжество Литовское создалось отдельное частновладельческое государство, система государства в государстве. Спасибо, мы находимся на вашей территории, но подчиняемся своим законам. Это, конечно же, исключительный претендент в истории, и, как вы понимаете, с таким государством в государстве, расположенной в самом центре Великого княжества Литовского, со временем пришлось считаться. Правила наследования ординации. Все всегда спрашивают, как же наследовалась ординация? Ну, во-первых, не забирали земли ни при каких условиях, даже если они могли предать. В состав ординации входили наследственные земли и их постройки. И даже, кроме этого, собранный урожай тоже входил в понятие ординации. Она передается только по старшей мужской линии рода. Женщины к ординации не имеют никакого отношения. Как и младшие сыновья. После угасания одной из линий рода, конечно же, ординация могла передаваться другой линии рода. Ну, а если уже последний мужчина из линии рода умирал, то по собственному замещанию, по собственному усмотрению он мог даровать земли или фонд государства, или церкви, в общем, как ему заблагорассудиться, или передавать другому роду. Вот. Но и главное, что еще, что ординация настолько обеспечивала юридически свою неприкосновенность, что было запрещено даже больше, чем четвертую часть земель вкладывать в аренду. Хоть умирай от голода, а в аренду земли ты сдать не можешь. Все это было сделано для того, чтобы сохранить эти владения за родом Радивиллом. Радивиллов. Как вы видите, с 1565 года, фактически со времени вступления в право наследства, Николай Радивилл-Сиротко по 86-й год, когда ординация была объявлена, что она создана, были куплены следующие земли. Перед вами мирское графство на карте. Вот это есть Кнесвежское княжество. Вот эти земли скупили тоже, но между ними есть нейка серо-белый фон. Фактически идея слияния мирского графства и Несвежского княжества в 86-м году выполнена не было. Вы будете даже удивлены, Николай Радивилл-Сиротко, состряпав договор о том, что он организует ординацию, не приложил к ней реестр земель ординации. Мы передаем по наследству непонятно что. Владеем непонятно чем, по мужской линии непонятно чем, и имение имеем, и здание на ней имеем, тоже непонятно именно где. Почему? Да потому что длились вот эти долгие судебные процессы. Он надеялся все-таки на то, что он соберет вот эти недостающие земли, и в конечности итога это будет крупный земельный конгломерат. Как вы понимаете, собрать это без подкупов было невозможно. Поскольку Несвежская ординация по административно-территориальному делению Великого княжества Литовского находилась на территории Новогрудского воеводства, кроме того, примерно 80% потом она и составляла Несвежская ординация этого воеводства, все судебные дела рассматривались в Новогрудском суде. И туда в это время приезжает юрист Федор Евлашевский. Вы, наверное, кто когда-либо читал историю Беларуси, знаете, что Евлашевский войдет в историю как первый хронист Великого княжества Литовского. Он напишет свои знаменитые дневники о том, как проживала шляхта, и все теперь читают эти книги и восторгаются. Но на самом деле Евлашевский был не просто талантливым там историком, писателем и так далее, он был очень классным авантюристом. Работая адвокатом в суде, подружившись с Николаем Радивиллом Сиротко, ему сразу понял, что здесь пахнет деньгами. Можно заработать деньги. И именно он протащил большое количество судов, подложных документов для того, чтобы выиграть дело о праве наследования землями, которые войдут в Несвежскую ординацию. А поскольку ему для этого приходилось объезжать земли для того, чтобы понимать, о каких землях идет речь, в это время он делал определенные пометки в своих дневниках, которые потом и были изданы в виде воспоминаний и сейчас являются очень знаменитым источником в историографии Беларуси. Помог, сделали. Но все задают вопрос, если ординация не была сформирована, у Николая Радивила Сиротки там, в общем-то, огромных земель кроме ординации не было. Откуда были деньги на покупку этого всего? А все очень просто. В 1572 году друг Николая Радивила Сиротки, Сигизмунд Август, который был великим князем литовским, а затем, помните, и стал королем польским, да? Он даровал, точнее не даровал, а поставил управлять Николая Радивила Сиротка самым доходным своим имением. Это была огромная экономия королевская под названием Шавли. Дело в том, что раньше зарплату государственным чиновникам не платили. Все было очень просто. Управляешь и деньги ложишь себе в карман. А тут вопрос, сколько положить? Это на твоей совести. Если ты считаешь, что на Шавли, например, на ремонт дорог там нужно столько-то денег, пожалуйста, отремонтируй их. Остальное дельта твоя. Ну, как вы понимаете, Николай Радивила Сиротка тоже себя не обидел. Но и поскольку был грамотным человеком, эти деньги он направлял на покупку своих земель. Так что все было очень продумано и очень просто. В конце концов, с 1587 года по 1616 год, почему 16-й, это дата смерти Николая Радивила Сиротки, при помощи Евлашевского, ну и некоторых других товарищей, например, знаменитого польского литератора и адвоката Гурницкого, все его знают как прекрасного литератора, мы его еще знаем как хорошего адвоката, вот, в результате были скуплены вот эти недостающие серо-белые части. И в конце концов Николай Радивил Сиротка соединил мирское графство и несвежское княжество при помощи остальных имений. Сбылась его мечта. В конечность и итога несвежская ординация по своей площади стала состоять из пяти главных конгломератов. Перед вами зеленое, это мирское графство, оранжевое перед вами, это несвежское княжество, между ними находятся такие крупные земельные конгломераты, как Свержень, Миколаевщина и Могильна. Всего в их состав вошло 68 крупных имений, общей площадью на сегодняшний день 40 тысяч гектаров. Неплохо. Вот. Сбылась мечта Николая Сиротки. Однако, что из себя представляют земли, если они не функционируют в экономическом плане? Конечно же, необходимо было как-то запустить экономику. И что же обеспечило в конечности итога нужды всей этой ординации семьи Радзивиллов? Кто давал основной доход? Обычные сразу скажут, «О, несвеж, мы его знаем, это бренд». Неправда. Помните, несвеж получит магдебургское право только еще в 1586 году, фактически тогда же, когда образована ординация. А строительство его начнется еще попозже, чуть-чуть. Так что он мог на тот период давать, если это были пустые земли, и фактически богом забытый город. Ничего. Поэтому нужно что-то обеспечивало другое. Так что же все-таки? Вообще разобраться всегда в этом вопросе помогают карты Великого княжества Литовского. Если вы посмотрите, на картах практически город нигде не обозначен. Сухопутных дорог там практически нет, а в основном все испещрено чем? Реками. Значит, реки, фактически, вот перед вами карта вообще сообщений речных основных, практически реки отвечали за экономическую составляющую. Три основные составляющие, которые составляли доход родивилов, это было сельское хозяйство, животноводство, ну, сельское хозяйство имеется в виду землепользование, животноводство и, конечно же, торговля. Что касается сельского хозяйства. Все мы помним уставу на Волоке, 1557 год. Мы делим земли на фольварки. Для чего? Для того, чтобы увеличить доходность в виде зерна. А почему? Потому что Великое княжество Литовска входит с конца 15-го столетия в четверку основных поставщиков зерна в Западную Европу. И реформа устава на Волоке была сделана для того, чтобы увеличить доходность семей, чтобы больше было зерна, больше поставляли и больше получали денег. Замечательно. Разъявила быстро это с Кумекали. Поделили в Несевском и Мирском градстве свои земли на фольварки и выбросили большое количество зерна в Европу через Гродненскую границу, в Кенигсберг и Гданьск. Мы таким образом торговали. Зерно приносило доходы. Вы даже, наверное, обратили внимание, что, например, в Западной Беларуси вы даже до сих пор едете. Фактически все улицы параллельно перпендикулярны в деревнях. Они сделаны вот так, по принципу Нью-Йорка. Это как раз-таки последствия устава на волоке, когда земли четко очерзились границы. Что же касается животноводства? Как вы думаете, кого выращивали? Коров. Кто там, свиней, да? Правильно, коров в основном. Дело в том, что в 1557 году, после принятия устава на волоке, были изданы еще ряд законов, которые обовязывал шляфту на территории Великого княжества Литовского обязательно иметь подворье, в котором не меньше 20 коров. Для того, чтобы, опять же, выбросить на мировые рынки большое количество, мы сейчас называем ее, говядины. Ну и Радзивиллы, конечно, были не промахи. Но выращивали они не местных коров, они закупили коров из Голландии. Они открыли в Быховщизне специальную ферму, которая занималась селекцией этих коров. Именно они выверли пеструю породу коров, которая сейчас очень знаменитая на территории Беларуси, и входит практически в состав любого белорусского колхоза. Это именно идет оттуда. И, конечно же, сразу же подняли производительность. Что касается свиней, то свинина не пользовалась такой популярностью в Великом княжестве Литовском, но не любили нашу свинину. Наши в основном предпочитали говядину, поэтому свинину выращивали не так уж много. Но, а что касается лошадей, то это вообще не было поставлено на поток, потому что лошади обрабатывали землю, а Радзивиллы их выращивали только для того, чтобы иметь хороших элитных скакунов. И вот перед вами как раз книга Криштофа Дорогостайского, которую проспосил Николай Радзивилл-Сиротко, называется «Гипика» или «Трактат о лошадях». Томаш Маковский рисовал к ней знаменитые гравюры, и вы видите, что лошади явно здесь не для сельского хозяйства, а как раз такие элитные скакуны. Кстати, хочу сказать, что Дорогостайский свой трактат писал на зло, хотел заработать очень много денег, ему жена изменила, и он решил ей таким образом отомстить, показать, кто домик хозяин. Вот, отомстил. Ну не знаю, плакала ли она всю ночь напролет в подушку, конечно, грузя локти о том, что упустила такого мужчину в своей жизни, но сельфакт имел место быть. Хорошо, продукцию мы вырастили, вот, и что дальше? Ее необходимо сбыть. И как мы сбывали, естественно, по рекам. У Радзивиллов как раз-таки Несвиш не находился на реке. Уша, которую потом расширили даже для того, чтобы построить замок, обеспечить какой-то внешний вид и неприступность к нему, она была совершенно мелкой. Кроме того, следует учитывать, что те реки, которые вы сейчас видите, они совершенно выглядели в 16-м столетии по-другому. И русла реки немножко были другие, полноводность их была другая и так далее. Несвиш опять оказался на обочине. Но, увы, не повезло ему. Вот, поэтому были три основных имения, помните, на карте он показывал, Миколаевщина свеженемогильна. Это как раз-таки были портовые города. Там были организованы верфи, там были организованы склады, куда свозилась вся продукция из территории Несвишской координации. И именно эти верфи отвечали за то, чтобы поставлять в результате Панеману всю свою продукцию на рынки. А рынки у нас, это кто в основном? Крулевец, самый близкий к нам, Игданск, портовые города. Они входили на состав Гонзейского союза, который был по разным данным, организован примерно, кто-то говорит, в 1387-м, некоторые спорят, что в 1422-м году. В общем, это пусть спорят ученые, но тем не менее. Ганза была еще, конечно, та заноза. Она для того, чтобы убрать конкуренцию, она вела абсолютно одинаковые правила для всех городов, которые входили в ее состав. Их было всего 122 города. Наши белорусские купцы оказались очень продвинуты. Они подсмотрели идею Ганзы, привезли ее на территорию Несушской Ординации и создали точно такое же братство на территории Несушской Ординации, как раз в Миколаевщине, Свержине и в Могильно. Они создали фактически монополию купеческую, запретив торговать другим купцам из других регионов. Кроме того, Радивил их поддержали в этой идее. Они ввели монополию фактически на торговлю продукции, которая выращивалась на этой территории. То есть продукция, которая привозилась за границами, выращивая за границами Несушской Ординации, она облагалась очень сильными налогами и совершенно была в результате неконкурентно, практически способной. Они таким образом защитили свои рынки, организовали свои хранилища. И, честно вам скажу, похоронить со стороны там что-то было практически невозможно. То есть это были фактически монополии. Что же было все-таки у нас с Несушем? Какую же роль занимал вот этот Несуш, который мы сейчас рассказываем на всех фактические экскурсии? В 1586 году Несуш получает Магдебургское право. Что такое Магдебургское право? Это право на самоуправление. Правильно? Правильно. И в Магдебургском праве было льготное налогообложение. Я не буду рассказывать про Магдебургское право, все вы это знаете. Но рядом есть еще большой город Мир. И вот он как раз-таки был экономически значительно более развитым, чем Несвиш. Несвиш по сравнению с ним, это была, ну, жалкая песня просто-напросто. Но титул был получен на Несвижа. И поэтому Радивиллы предприняли такой достаточно по тем временам жесткий ход. Они специально своими законопроектами задавили положение Мира для того, чтобы на его фоне возвысить Несвиш. В 1579 году Мир получил, прочтете Магдебургское право, неправда. Усеченное Магдебургское право, такой формы даже не было, это мы его так сейчас называем, неполное Магдебургское право. Там не было такого льготного налогообложения. И как вы думаете, куда пошла миграция населения в 1986 году? Конечно же, Несвиш. Несвиш стал очень сильно расти. За счет чего? Кто становился горожанами? Крестьяне, которые переселялись с Радивилловских земель. Крестьяне, которые переселялись в других городов, например, портовых. А также беглые крестьяне из соседних регионов. Но тут была зацепочка. Статут 1588 года сказал, что 40 лет ищем беглых крестьян. Именно статут 1888 года считается окончательным закреплением крепостного права. Так? Так. Но Радивиллы и здесь пошли на авантюру. Они знали, что у них селятся беглые крестьяне, но они их не выдавали. Они давали им статус горожан. Давали им дома в городе Несвиши. И таким образом они фактически специально все сделали для того, чтобы Несвиш расширялся. Ну и естественно Несвиш очень быстро рос. В 1986 год. Фактически начинается в середине 80-х годов его строительства. Строится замок. В это же время закладывается костер и так далее. Но проект, который был внесен в этот Несвиш, это не просто проект города. Реализован был проект, принятый Западной Европе и когда-то начерченный впервые Леонардо да Винчи под названием «Идеальный город». Что такое «Идеальный город»? Все очень просто. Стены у нас обносят город. Это классика. Город можно въехать только через въездные ворота, мы их называем вежи. Но основу города составляет площадь. На ней стоит административное здание-ратушу. Именно это административное здание с каждым въездной воротой соединяется специальными прямыми проспектами. Образуется так называемая лучевая или солнцеподобная система города. Почему именно лучевая? Потому что именно она ассоциировалась с философией градостроения средних веков. Главное в городе – это площадь. Она сдает весь тон города. Сейчас это называется архитектурная герминевтика. И самое важное, что еще состоялось в городе – это роза ветров. Вы знаете, что раньше, ну, простите, туалеты у нас все-таки появились в 17-м столетии. И проблема санитарии нужно было как-то решать. Для этого мог спасти только роза ветров. Идеальный город – это не только роза ветров. Идеальный город – это наличие обязательно костелы и церкви, потому что все стадии человеческой жизни от рождения до смерти проходят там. Это наличие учебное заведение, это иезуитский коллегиум. Это наличие медицины и аптеки. Центром медицинной аптеки становится Бернардинский монастырь. И, конечно же, наличие административного органа управления, которым становится ратуша. Таким образом, идея идеального города была внесвеже реализована. Почему же новое место не вошло у нас в структуру города? Некоторые говорят, ну, не вместилось в оборонительные сооружения, пришлось слегка переселиться. Но дело в том, что новое место по своим поселениям древнее самого города Нецвежа, которое мы сейчас видим в рамках стен. Кроме того, вроде не хватило денег на постройки, некоторые говорили. Нет, дело в том, что стены отнести в Бог не составляло проблем. Стены не строили ради виллы. Это была обязанность налогообложения местного населения. Так почему же не обнесли? Да по той простой причине, что Магдебургская оправа на вот это новое, на самом деле старое место, не распространялось. И это новое место было создано как раз для того, чтобы собирать из Несвежской ординации все налоги. Их свозили на местный рынок. Там была своя администрация. Она это дело собирала. Именно оттуда все доходы из фольварков в результате отправлялись в портовые города, а оттуда поставлялись на местные рынки. То есть не Несвеж, который даже в списках о налогообложении не включает новое место, являлся фактически экономическим центром ординации, а как раз таки старое новое место. Именно оно и задавало этот тон. Хорошо. Для того, чтобы управлять таким конгломератом, необходимо было, естественно, очень хорошо подготовленная административная структура. И на самом деле Радивиллы очень сильно постарались подобрать таких людей, которые бы управляли этой ординацией. Я вам хочу сказать, что они были не просто управленцами, они были соучредительными, как мы сейчас называем. Вы все знаете, что в Несвеже была открыта типография вся о Радивилловской. Но никто не знает, наверное, что 80% средств этой типографии принадлежало не Радивиллам, а как раз таки экономам Несвежской ординации. Например, тот же самый Ковичинский, Будный, они были соучредители сами этой типографии. Так что не все делалось за средства Радивиллов. Где же там денег-то на все наберешься? И земель купить, и коров с Голландией поставить, и судебные процессы оплатить, еще и типографии пооткрывать. Поэтому все это было в доле. Я не буду вас загружать, конечно, такими основными постулатами, но хочу вам напомнить, что администрация Радивилловских ординаций не подчинялась государственной администрации. Фактически администрация государственная издавала какие-то законы, но формулировка была, мы бы хотели, чтобы вы это реализовали, примерно вот так. Ну а Радивиллов всем спасибо, все свободно, мы почитали, но приняли свое решение. И в результате делилось на две составляющие. Это главное управление ординацией, но и государственные органы власти, которые носили чисто рекомендательный характер. Из чего же состояла Несвежская администрация? Хочу обратить ваше внимание, что это три основные составляющие. Это администрация Несвежского замка, администрация имений и администрация городов. Что касается администрации имений, тут все очень просто. Есть комиссары, есть ревизоры, которые проверяют, есть войты, которые управляют, есть их заместители, есть коповничьи, которые отвечают за леса, есть тюны, то есть практически помощники воинов в мелких фольварках и так далее. С городской администрацией тоже все очень просто, она делится. Есть магдебургское право, нет магдебургское право, у нас всего два города, это Несвежский мир с усеченным магдебургским правом. Для вас, наверное, покажется странным, что в администрацию входит обслуга, кортеж, ладно, кортеж, конюхи имели статус администратор, ремесленники, которые работают при Несвежском замке, и даже сапожники. Вот мне кажется, что именно отсюда пошло название старший помощник владшего конюха, потому что по-другому это не назвать. Но тем не менее, на протяжении 16-18 века именно эти должностные лица официально входят в администрацию Несвежского замка. Кто такие касаки, может возникнуть вопрос. Это не те самые казаки, к которым мы привыкли, лысый чуб на нем. А касаки – это как раз-таки татарское население, которое в результате войн татаро-монгольских и завоеваний попадали в плен, оседали на этих землях, они наделялись шляхетским статусом и были очень хорошими конюхами и охранниками радивилов. Вот эти вот касаки, вот они здесь и имеются в виду. Как вы думаете, кто из них были самой оплачиваемой должностной категорией в администрации? Сапожники? Нет. Конечно же, это прежде всего кортеж, потому что это личная охрана радивилов, и будете удивлены, если почитать такие фамилии, например, Дейлон или Абрамович. Это все была шляхта. Но вы сами понимаете, купленные должности. Дейлон – это типичная еврейская фамилия. Если почитать списки Несвеж, особенно по 17 веку, налогоплательщиков, 80% ремесленников там или Дейлоны, очень распространенная Несвежская фамилия. Так что, я думаю, может, стоит задуматься, откуда этот знаменитый Дейлон. Может, он на самом деле из Несвежа, его предки. Но вот в эти должностные лица входила тоже самая оплачиваемая категория. Это люди, которые отвечали за здоровье князя. Врач получал зарплату по тем временам 400 злотых. А для сравнения сапожник – 20 злотых в год. Врач был, он же парикмахер. Оказывается, что раньше парикмахерским искусством занимались не парикмахерами, как сейчас у нас стилисты, визажисты, а именно врачи. Но все-таки блохи были очень сильно распространены, что у женщин, что у мужчин. Прически тоже различным способом укладывали. Каждый день это делать не могли. И это, конечно, некоторые антисанитарные вещи вызывало. И в результате врач их истрих и решал проблемы там с волосами и так далее. Так что занимались этими врачи. Как такого парикмахера профессии на тот период не было. Что же входило в функции администрации? Все достаточно классически. Они следили за сохранением границ. Это была основная их функция, чтобы не пересекали и не брали посторонние налоги. Организовали хозяйственную деятельность, отчетная документация. Но чем еще занимались вообще администрация Радивиловская? Это было для меня, если честно, очень удивительно найти в источнике, что Радивил строго-настрого приказал местной администрации блюсти, так сказать, местные традиции. Не дай бог было обидеть кого-то из-за отсутствия незнания каких-то традиций. То есть виноватой сразу становилась администрация. Как вы думаете, как долго администратор один мог находиться в одном имении? Некоторые скажут, ну, в жизни, если был толковый. Да, были толковые, знали иностранные языки, как минимум три иностранных языка. Не играло роли ничего, ни вероисповедования, хоть мусульманином ты будешь, лишь бы был толковым. И протестанты там входили, и ариане входили в систему административного аппарата. Назначали их на 3-5 лет. Радивилл понял, что если 3-5 лет человек сидит, а потом больше, он обрастает коррупцией. И для того, чтобы этого не делать, он их постоянно перетусовал. Но самое интересное, что он ни одного не увольнял. Для того, чтобы не терять из штата очень хороших руководителей. Поэтому за всю свою жизнь человек в одном и том же имении мог побывать от 3 до 5 раз. Ну, раз 5 лет послужил, 2-5 лет, потом 3 года послужил и еще так. И в результате что? Связями не обзаводился, быстро перевозили в другое имение. Но был еще один очень актуальный вопрос. Он сохранял со всеми дружеские отношения. Кроме того, была очень интересная система. Если ты был специалист в сельском хозяйстве, тебя назначали на летний период. Если ты был специалист, например, по заготовке леса, охране границ, значит тебя назначали на зимний период. Их могли еще менять каждые полгода. То есть система достаточно была сложная, но, скажу честно, по доходам себя оправдывать. Но чем бы я хотела еще остановиться, это то, что на территории Несвежской ординации, кроме администрации, существовала и своя независимая судебная система. И делилась она на две основные части. Это ординатский суд, туда приходили все жалобы по уголовным и гражданским делам. Ну и, конечно же, апелляционный суд. Когда в первый раз тебя обидели, и у тебя закралась обида, то ты шел в апелляционный суд. И вот как раз судебное решение по апелляционному суду, несмотря на то, что были и адвокаты, и юристы, и писари, в результате все-таки выносили сами Радивиллы. То есть это была последняя апелляционная инстанция. Радивиллы внесли очень сильную такую поправку в законопроект. Они сказали, что кроме судебных инстанций ординации ваши дела не может рассматривать ни один суд. То есть все замыкалось на ординации. Если решение было вынесено в суде ординации, в государственные суды ты не имел права уже обращаться. И это, конечно же, очень так сильно ограничивало тебя, особенно шляхту, в их некоторых правах. В конечность того, когда была выстроена вся судебная, административная система, когда у нас был построен город Несвеж, когда разобрались, кто какие налоги платит, куда их приносит, шел закат жизни основателя ординации Николая Радивиллы Сиротки. В последние годы жизни своей он очень сильно болел, и не только уже с сифилисом. И он понимал, что долго он протянуть не сможет. И в конце концов он решил сделать широкий жест. Он оплатил создание карты Великого княжества Литовского, которая сейчас известна под названием Радивилловка. И все такие, о, класс, самая подробная карта Великого княжества Литовского. Но никто никогда не задумался, почему именно эта карта стала первой подробной картой в ЭКЛ. Все было очень просто, что он просто так деньги заплатил. Карта чертилась в 1595 году в Несвеже. Точнее, она носилась на мете, а потом печаталась в Амстердаме. В Амстердаме, потому что у нас не было такой аппаратуры, Амстердам по тем периодам был очень в этом плане развит, и, честно говоря, если печатать карту в Германии в Амстердаме, Амстердаме выходило дешевле. Вот просто вопрос бизнеса. Но когда стали чертить карту Великого княжества Литовского, Радивиллы поставили одно условие. Мы проплатим эту карту, нарисуем ее очень красивой. Мы понесем любые затраты по ее созданию, но есть одно условие. На этой карте должны быть обозначены абсолютно все имения рода Радивиллов. Когда ему задали вопрос, для чего, зачем наносить на карту вашей деревни, например, он сказал, у Европы должно ассоциироваться Великое княжество только с одной фамилией – Радивиллы. Пусть знают, кто в доме хозяин. Эта карта была напечатана, и в конечности итога там появилось несколько определений на латинском языке. В полице Великого княжества Литовского там была названа Урбс, ну, урбанистика, да, большие города Цивитас. Маленькие города получили название Апидиум. Вот деревни с главными подворьями Пагус, Гум, Дома, Нобелес. Я вам хочу сказать честно, что Радивиллы были адекватные товарищи, несмотря на то, что они нанесли практически все свои города и деревни туда, у них было две категории. Это маленькие города Апидиум и Пагус, Гум, Дома, Нобелес. То есть не возвышали они себя до статуса Вильнюса. Но тем не менее, даже маленькие деревни на этой карте были внесены. Николай Радивилл-Сиротко умер в 1616 году. И именно перед этим, за полгода до его смерти, фактически он понял, что пора составить главный документ своей жизни. Какой? Опись имений Несвежской ординации. Так получилось, что она была составлена ровно за полтора месяца до того, как он умер окончательно. И в результате в Несвежскую ординацию вошли 68 имений, я вам говорила, 40 тысяч до гектаров земли. Они получили официально документальное подтверждение и последующие поколения после его смерти понимали, чем они уже будут владеть. Николай Радивилл умер. Он был похоронен в Несвежской усыпальнице. Вы знаете, что на сегодняшний день Несвежская усыпальница претендует быть третьей усыпальницей родовой в Европе после Шринфюстов, Гогенцалернов. Вот 72 захоронения там находятся. Вы также знаете о том, что Николай Радивилл-Сиротко внес определенные корректировки, как хорониться там, что в одежде простой, без украшений, чтобы не разграбили. Это происходило мумифицирование по определенному образцу, не по классическому, не так, как делали в Древнем Египте, потому что католическая церковь носила определенные свои запреты. И сам же внес, вы знаете, нарушил это правило, не только члены семьи были захоронены, вместе с ним был похоронен так называемый слуга, но это не обозначает, что они умерли в один день. И все с тех пор гадают, кто же этот слуга, который лежит у его ног, но кем же он может быть? Ну я, наверное, вам открою такой небольшой секрет, кто может быть, потому что документы в принципе об этом говорят. Управляющим Несвежской ординации, лучшим другом на протяжении практически всей его жизни. Помощником, который сопровождал, так называемый слуга, который его сопровождал, его паломничество на святую землю, являлся знаменитый Анджис Карульский. Это был человек высокородного происхождения, очень грамотный. Именно с Николаем Радивиллом Сироткой он был принят в члены Мальтийского ордена. Он стал рыцарем гроба Господня, так же, как и его хозяин, патрон Николая Радивилл Сиротка. Именно жена Анджис Карульского являлась фактически гувернанткой, мы сейчас так назовем, нянькой Радивилловских детей. И все скорее именно этот человек был захоронен как раз-таки в благодарность, можно так сказать, о тех вещах, которые он сделал для своего патрона именно в этой скрипте. Но вы знаете, что Несвежская ординация в общем-то просуществовала достаточно долго. Для того, чтобы рассказать, что с ней происходило в 18-м и 19-м и дальше в 20-м столетии понадобится еще не одна лекция и вы уже, конечно же, подустали, вас уже надо отпускать. Но я хочу сказать, что до 18-го столетия она выполнила те заложенные ресурсы и вообще затраты, которые на нее понесли. Она сохранила владение в рамках рода Радивиллов. Конечно, в 18-е столетие после того, как земли отошли к Российской империи и поменялось все законодательство, слова ординация в российском законодательстве не было, это внесло определенные корректировки, статус ординации очень сильно изменился и те перипетии, которые она прожила в 19-м столетии, было как раз таки связано с их правовым статусом. Ординация потеряла в результате в 60-х годах 19-го века мирское графство и так далее. Но на сегодняшний день мы точно можем говорить о том, что несвежская ординация стала исключительным моментом в белорусской европейской мировой истории. Почему? Потому что она просуществовала до 1939 года. Все остальные ординации в мире закончили свое существование в середине 19-го века. Это самодолго существующий земельный наследственный конгломерат вообще во всем мире. И я хочу сказать, что признание этого произошло абсолютно не сейчас, это может быть для нас сейчас эта новость, а на самом деле еще в 30-е годы 20-го столетия в Нью-Йорке стала организовываться выставка. Подготовка к этой выставке велась на протяжении трех лет. И в конечности итога заместитель генерального комиссариата выставки в Нью-Йорке Михаил Квапишевский, явно поляк по своему происхождению, по фамилии, обратился в несвеж и в несвежский архив о предоставлении копий документов об истории несвежской ординации. Эти документы были предоставлены и в 1936 году они были выставлены в зале доблести. И именно там экскурсоводы рассказывали об исключительной в мировом истории конгломерате несвежской ординации. Пройдет еще два, три года Западная Беларусь будет объединена с Восточной Беларусью и несвежская ординация прекратит свое существование. Но ее триумф был признан всеми странами. Спасибо вам за внимание. На этом все. Спасибо. 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 .